Боже, благодарим Тебя, благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Дуй Божий, сегодня это служение в Твоих руках, Господь, мы в Твоей руке, все, что есть в нашей жизни, все, кем мы являемся, Господь, оно в Твоей руке. Вот Ты, Дух Святой, Ты здесь сейчас. Господь, это служение можно было бы и даже закончить, потому что Ты здесь, Ты сейчас здесь. Но я прошу Тебя сегодня, Боже, в продолжение этого служения, Ты сегодня учи нас, говори, Господь, слова Твоей истины, слова Твоей любви, слова Твоей мудрости. Говори Твои слова, Господь, которые будут проникать туда, за заборы, Господь, за запоры, Господь, за преграды нашего сердца. Пускай слова Твои летят сегодня туда, как огненные стрелы, пускай истина Твоя, Господь, она залетает туда, потому что мы знаем, Господь, что пожар, который начинаешь Ты в сердце, Господь, каждого из Твоих детей, это единственный пожар на земле, который созидает, в котором рождается, Господь, новая жизнь, новая судьба, новое будущее. Пожар, который начинаешь Ты, Бог, Он никогда не уничтожает, но Он созидает, потому что в Нем, Господь, есть Ты, в Нем есть Ты, в Нем, в этом огне, Господь, в этом пожаре, есть Ты, есть Ты, Господь. И там будешь, рождаешь Ты, Господь, новую судьбу. Там будешь Ты, там будешь Ты, там будешь Ты, Боже, там будешь Ты, Отец. Боже, сегодня благодарим Тебя, славим Тебя, величаем Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, там будешь Ты, Тебе величая честь, хвала и слава. Знаете, когда я сегодня стоял здесь на поклонении, Дух Святой очень так четко проговорил мне в сердце один стих. И, дорогая церковь, и не только церковь нашей ХСЦ здесь, может быть, кто-то смотрит онлайн, нас тоже, и вам тоже надо это услышать. Вы знаете, сегодня одно слово очень важное. Я верю, что это слово не только для нашей церкви, я верю, что это слово для этого времени, к этому времени, ко времени, которое сейчас мы с вами проходим и проживаем. Это Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 15 стих. Так и у Тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Знаете, во все времена истории церкви, это место из Писания, оно очень часто оставалось недопринятым, недопонятым, недоосознанным и недопринятым по итогу. Что означает держащиеся учения николаитов? Кто такие были николаиты? Это были люди, которые, они верили в то, что если Бог добрый, то и все доброе на этой земле автоматически приходит от Бога. Слушайте, как удобно, да? Добрый Бог, и все доброе, значит, от Него. То есть, если идет педофил к ребенку и дает ему конфету, и это вроде неплохое, он добрый, он добрый, Бог добрый, конфета, тебе хорошо, да? О, и он добрый сразу. Знаете, очень часто дьявол, Библия говорит нам, что он приходит как ангел света. Знаете об этом? Почему его бывает сложно опознать? Да потому что нам приходится, друзья, иногда среди доброго мы думаем автоматически, что доброе, только доброе приходит от Него, только доброе приходит от Него. И вот в этот момент, знаете, происходит как раз вот тот момент учения Николаитов. Кто были такие Николаиты? Они верили, что жизнь, вот жизнь, которая жизнь на этой земле, хорошая, добрая, удобная, комфортная жизнь на этой земле, это автоматически Божье благословение. Это прям Божье благословение. И они держались, знаете, они шли в этой жизни, и они верили в Бога, но шли за благами жизни. Кто из вас понимает, что это разные пути? Еще раз. Идти за Богом, при этом следуя или выбирая ориентиром жизни благо земной жизни. Вы знаете, если вы посмотрите на учение апостола Павла или на жизнь апостола Павла, кто из вас понимает, что жизнь или путь апостола Павла был чуточку, не был усыпан розами? По-разному он был, правда? И заметьте, он никогда не выбирал, не говорил, ну, ну, это же так хорошо. И смотрите, Бог говорит, я ненавижу, здесь написано, я ненавижу учение Николаитов. Почему? Потому что это учение, оно настолько увлекало всегда и увлекает, поверьте мне, и сегодня многих людей, настолько увлекает, оно увлекает людей от Бога. Вы понимаете? Оно увлекает, оно, есть такое красивое слово, совлекает. То есть, оно берет и прилепляет к самому себе. В то время как Бог, мы читаем в книге Псалмов, написано, что Бог отделил, он говорит, знайте, что Господь что сделал? Отделил для себя своего святого. Он отделил, отделил. Когда мы говорим о святости, мы пели, святый, 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 святый Бог. Послушайте, это означает, что он отделен, он не такой, как этот мир. Друзья, тогда почему, когда мы прилепляемся к благам этого мира, мы говорим, ну и я с тобой святой вместе. Нет, Бог хочет, друзья, чтобы мы также научились различать, чтобы мы научились слышать Его, знать Его, быть с Ним близко настолько, чтобы когда это благо Николаитов приходит в нашу жизнь, чтобы мы могли различить и отойти в сторону. Послушайте, сегодня церковь столкнулась с самым серьезным вызовом, и это не война, это не Россия. Поверьте, самый серьезный вызов это научиться различать среди благ этого мира, научиться видеть Его и следовать за Ним, чтобы не совлечься за, вслед за этими благами. Как вы думаете, почему Бог именно об этом упоминает в книге Откровения? Потому что это в последнее время. В последнее время. И Он говорит церквям, говорит, друзья, научитесь это делать. Когда мы говорим святой, это означает о том, что Господь, я в Тебе святой. Это означает, что я, я в своем сердце, я учусь следовать за Тобой, я учусь разделять, я учусь понимать, где блага, в которых есть Ты, и в которых я следую за Тобой, а где есть блага, которые как гири 72-килограммовые на моих руках и ногах, они удерживают меня от того, чтобы следовать за Тобой. И вот почему, друзья, я думаю, я чувствую сейчас, Дух Святой, почему несколько служений, мы говорим об этом Исааке, и сегодня я об этом говорил. Я знаю, что у каждого из нас, знаете, есть Исаак. Это нечто, что мы вылили яли. Для кого-то, может быть, кто прошел репцентр, для него свобода стала этим Исааком. Я, я свободен, я свободен. Серьезно? Серьезно? Где в этой свободе Бог? Моя семья, я ее вымолила, наконец-то Бог дал мне мужа. Серьезно, серьезно, ты уверен, что именно это откровение не уведет тебя от него. Смотрите, сколько Авраам молился об Исааке, скажите? Всю свою жизнь. Сколько? 90 лет. И Бог ему дал этого Исаака, и он принял Исаака. И что первое Бог сказал, я у тебя хочу забрать этого самого Исаака. Он говорит, я готов, будь готов прожить вообще без этого. О, Боже мой, отойди от меня, сатана. Ибо ты хочешь не того, что Божье. Я 90 лет об этом молился. Наконец-то я его вымолил. Он говорит, послушай, если ты не отдашь своего Исаака, закончится Бог, перестанет быть Богом Авраама, Исаак однажды. Он останется лишь Богом Авраама. Не будет твое потомство, как песок морской. Вы знаете, что потомство стало, как песок морской, в тот самый момент, когда Авраам верой принес этого Исаака, и сказал, я готов тебе его отдать. В этот самый момент только произошло это чудо. И, друзья, очень важно, чтобы мы с вами сегодня понимали, не совлекитесь вслед этого пути. Нельзя совлечься. Поверьте, я чувствую просто, Дух Святой сегодня, Он раздирает мое сердце. Это не эмоция, Он раздирает просто, я чувствую сердце. И знаете, когда есть такое пророческое помазание приходит, просто услышьте, примите это. Я не знаю, что должно произойти, но, возможно, вам нужно записать просто эту мысль, идти с ней в тайную комнату размышлять. Вычислите своего Исаака, вычислите, потому что сейчас, во время служения, во время поклонения, это все эмоции. Но там вычислите своего Исаака, и будьте готовы принести его. Будьте готовы принести его туда, вот на этот жертвенник. И скажи, Господь, да мне вообще все равно уже. Я вам скажу честно, знаете, у меня тоже был этот момент, когда я молился, молился, молился за своего старшего сына, за его исцеление, а оно не произошло. И я потом понял, что это и есть мой Исаак. Я принес его и сказал, Господь, он будет таким, каким ты его создал. Ты любишь его больше, чем люблю его я. Вы понимаете? Есть у вас что-нибудь, что вы любите очень сильно? Есть у кого-то? Вы понимаете, что Бог любит это больше, чем любите это вы? Вы можете это понять? Если мы с вами это осознаем, что Бог любит это больше, то мы готовы будем это принести. Потому что только тогда Бог будет способен это изменить. Вы задумывались когда-нибудь, почему? Послушайте, приходит ко мне однажды женщина, говорит, пастор, мой муж меня избивает. Ох, как так? Он же верующий. И знаете, я ей говорю, я уже знаю этот момент. И знаете, что я обычно в этот момент говорю? Напишите на него заявление в полицию, что он вас избивает. Пусть его посадят, пусть его накажут. Знаете, что она отвечает? Кто скажет? Нет. Это мой. Так он тебя убьет вообще завтра. Нет. Вот Исаак, вы понимаете? Исаак, она не может этого оставить. Она готова умереть. Он ее уметелит, простите, однажды. Нет, она его не оставит. Никогда не оставит. И это ее уничтожает. Он ее убивает, и она не готова оставить. Вы понимаете, друзья? Вот почему Бог, Бог не смог бы продлить род Авраама, если бы Авраам не был готов поставить Бога выше, чем самое большое благо своей жизни. И не знаю, Боже мой. Ну, пришло время, наверное, слышат нам слово уже, друзья. Услышат слово, принять его. Знаете, не вы такими просто людьми, которые приходят в церковь в субботу. Ах, ой, какая классная, хорошая сегодня, какая проповедь. Вот душеврила меня такая, на неделю хватит такой. Нет, Бог не хочет этой проповеди. Бог хочет, чтобы каждую неделю мы приходили к нему как в маргарин растопленный, вы понимаете, и приходили, Господи, и в тайной комнате каждый день, чтобы так было. Вот чего он ищет. Поэтому там, в своей тайной комнате, пересмотрите эту проповедь, переслушайте это слово. Я себе буду его переслушивать. Это пророчий сказать, сейчас примите слово. Вычислите своего Исаака и отдайте его Богу. Послушайте, без этого вы будете ходить, как вот этот, знаете, помните эту историю, когда слона приковали цепью такой надежной, и вот он ходил, 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 а потом цепь убрали, поставили небольшой прутик, а он ходит по кругу. Вы понимаете, невозможно перейти, пока вы этого Исаака не вычислите в своей жизни, вы никогда не сможете прорваться. Вот почему некоторые женщины, кто замечал, сестры иногда, они вышли замуж, и потом смотришь, и все, в служении нету. Все, ее в служении нету. Все. Знаете почему? Исаак родился. Она вымолила своего. Она его вымолила, таки, наконец. И вот теперь уже, хух, горит все синим пламенем. Мой Исаак у меня есть. Мой Исаак получила. А теперь попробуйте у меня его отобрать. И даже если он однажды уйдет, она скажет, она его проще убьет, чем он от нее уйдет. Но принести его к Богу, и сказать, Господь, оно не мое. Оно не мое. Оно твое. Может быть, сегодня кого-то сейчас эти слова чуть-чуть режут, цепляют. Ну, пускай. Вот так оно иногда бывает на поворотах. Оно же, когда машина едет, свист, слышали? Колеса скрипят. Ну, пускай, ничего страшного. Давайте, каждый, поговорите сейчас с Богом. Возможно, кто-то уже вам удалось вычислить эту червоточину. Тогда придите с ним, когда Богу с ней. Боже, сегодня во имя Иисуса мы вновь и вновь приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты здесь. Мы любим Тебя, поклоняемся Тебе, славим Тебя. Благословляем, Господь, сегодня Твое имя. Будь превознесен. Будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.